Кто не знает, в Олан-Удэ во время второй волны коронавируса был запущен чат Олан-Удэ помогает врачам, где добровольцы разводят врачей с ковидных госпиталей домой. И вот у нас в гостях небезызвестный вам всем мой соведущий Александр Малханов. Саша, ты тоже являешься волонтером. Да, я волонтерю в чате уже месяц, можно сказать. А что вообще значит автоволонтер? Автоволонтер в нашем чате человек, который берет заявку. Во-первых, он должен состоять в этом чате. Он берет заявку и подвозит врачей со смены домой или из дома на смену. Так как чаще всего у них пересменка происходит ночью, после глубоко просто ночью. Иногда это бывает в 11 часов, в 12 часов, в 2, в 3 часа ночи. Но я вот видела у тебя в инстаграме, что ты обычно то в 3, то в 4 утра вообще возвращаешься домой. И, соответственно, чтобы, во-первых, не тратиться на такси. Начнем с того, что такси не приезжает. Такси невозможно. Либо из ковидного госпиталя, чтобы уехать на левый берег. А больше всего заявок именно на левый берег. Там суммы просто какие-то огромные выходят за такси. И они еще не приезжают. И вот было принято решение телекомпании «Аригус» в первую волну коронавируса, как ты правильно сказала, создать такой чат. Сейчас у нас в чате больше тысячи человек, почти две тысячи человек. Из них это половина медики, половина это автоволонтеры. И вот мы видим заявку. Медики пишут каждое утро, например, мне сегодня в 23 часа нужно уехать на смену. С аэропорта, допустим? С аэропорта до Пирогова 30, допустим. Потом пишут, мне в 2 часа 15 минут ночи нужно уехать с Пирогова 30 до левого берега. И мы вот так берем заявки, друг друга распределяем и все. А вот как вы распределяете? То есть там чат, а где это проходит? В каком-то массиве? Чат находится в Вайбере. Найти его, честно говоря, не так уж и просто. Но при этом, если знать, как его искать, то можно найти. Если вы сможете показать QR-код, я думаю, вы сможете это сделать. По этому QR-коду можно прямо стать участником чата. Потом врач пишет, и ты просто лайкаешь это сообщение и пишешь... Это значит, что ты забираешь на себя, да. И просто пишешь, я вас сегодня довезу. А как вы связываетесь потом с врачами? Там же в чате можно сразу перейти в личные сообщения, и ты просто врачу пишешь, я подъехал, я вас жду. А вот во время самой поездки вы же, наверное, общаетесь как-то с врачами, не боитесь вообще их возить? Ну, первый раз, когда я поехал, мне было страшно. Я прямо надел маску, подумал, что надо надеть перчатки. И потом мы разболтались, пока мы ехали на левый берег, с медиками. И они рассказывают, что они проходят прям чуть ли не три стадии переодевания с телефонами. Я думаю, почему они так долго еще не отвечают на сообщение, что я подъехал. У них телефоны с собой нельзя брать. Они полностью там, полностью раздеваются, потом одевают эти сизы, потом полностью обработка. Да, там все происходит. И уже выходя на улицу, они выходят абсолютно в другой одежде, в своей чистой, стерильной. Ну, то есть безопасно. Безопасно, да. Но при этом мы всегда, конечно, ездим в масках. И вот, общаясь с врачами, узнаешь очень много интересного, не всегда позитивного. Вот, например, сейчас последний месяц очень много врачей говорят о том, что четвертая волна, она какая-то самая жесткая. Хотя на удивление... Да, самая тяжелая, но вроде бы на удивление кажется, что все расслабились. И как будто бы даже чувствуется, что идет спад. Да, но медики говорят, что наоборот, сейчас очень много тяжело больных, очень много в реанимации людей лежат. И отмечают, что это не только пожилые люди, не только люди с хроническими заболеваниями, но очень много молодежи. И вот буквально позавчера я подвозил врача, она сказала о том, что она сама была антипрививочницей. Не хотела прививаться и не прививала ни свою семью, ни свою маму. А сейчас у нее мама лежит в реанимации. И вот она говорит, скорее всего... То есть она пересмотрелась в это время. Все-таки придется привиться. И вообще, я прям очень хочу настоятельно попросить всех наших телезрителей, если у вас есть возможность, если вы автолюбитель, пожалуйста, вступите в чат. Помогайте врачам добираться, врачам, медикам добираться со смены домой или из дома на смену. Из дома на смену. Потому что это чаще всего... Самый час пик, это вот с 11 ночи до 4 часов утра. Тем более еще учитывая, что врачи живут-то далеко. Вы просто физически сами себе попробуйте представить, как вам, кстати, в Великанской больнице надо добраться, допустим, в Хой-ТБЕ. Я вот, например, во вторник отвозил женщину. Она освободилась 2.15 ночи. Я попытался, сидя, пока ее ждал, попытался вызвать такси до Хой-ТБЕ. Во-первых, насчитали 380 рублей. Никто не берет заявку. Пока там не повысишь до 700 рублей. До 600, до 700. 700 рублей, представляешь? Это же... Ну что это такое? А мне еще врачи пытались дать деньги, пытались оставить деньги. И они, бедные, не понимают, что мы просто волонтеры. А, то есть они не понимают, то есть врачи... Нет, это, видимо, первый раз она просто ехала и так удивлялась, и прям просила взять деньги. Я в нее встал так мило, да, я говорю, нет, конечно. И нас таких волонтеров много, но сейчас я бы хотел попросить еще об активизации, чтобы мы поактивнее все возили. И так в чате уже сколько ты говоришь? Вот почти нас там 2000 человек, 1000 медиков и 1000 волонтеров. А как можно вступить в чат? Вот еще раз я скажу, если вы сейчас увидите QR-код, можете навести камеру своего телефона, автоматически откроется Viber, и вы уже будете в чате. Либо можно попросить тех, кто уже есть в чате, попросить вас туда добавить. Я хочу пригласить. А смотри, Саш, а вот получается, если вы являетесь волонтерами, то есть это какое-то добровольное ваше решение, то есть все затраты на бензин, это все вот на вас, на волонтеров. На человека, на себе, да. Ни от кого вы там не ждете, никто вам дополнительно не приплачивает. Как говорят буряты, как говорят буддисты, Буин, мы делаем хорошее дело в свою копирую. В свою карму. Ну и это хорошее дело, кстати говоря, для телекомпании тоже таким выливается. Еще одним хорошим делом мы, как вы все уже знаете, в финале двух премий. Тэфи-регион и премия «Мы вместе». Вот премия «Мы вместе» финал состоится буквально на этой неделе, в конце воскресенья. Я лечу, посмотрим, выиграем или нет, мы очень надеемся. Я тоже очень надеюсь, что мы выиграем. Ну потому что, если выиграет чат «Ланде помогает врачам», это выиграем не только мы, это не только телекомпания. Это 2000 людей, которые стоят в этом чате, а на пике, в первую волну там было 3000 пользователей. Это выиграют и автоволонтеры, и медики, которых мы возили. Просто получится так, что добро победит. Так, получается, что все-таки хорошие дела, все-таки действительно падают в твою копилку добрых дел, карма. Карма, карма, карма существует. Вознаграждается все-таки. А помимо чата «Ланде помогает врачам», будут какие-то еще социальные проекты на Арию? Вообще наша телекомпания богата на социальные проекты. Мы стараемся каждый квартал делать что-то хорошее. Мы вообще в целом хорошие. Мы вообще в целом хорошие. А в следующем году у нас 30-летие, большой юбилей у телекомпании в 2022 году. Я думаю, что весь год будет наполнен социальными проектами. В том числе мы очень хотим трансформировать этот чат «Ланде», помогать врачам сделать из него что-то масштабнее, побольше. Очень мечтаем о колл-центре, вообще в целом о помощи медикам, чтобы так не только возить, а еще и психологическая помощь им, говорят, очень нужна. Я вот абсолютно согласна, потому что, мне кажется, как-то немножечко недооценена работа врачей. А на самом деле вот сейчас, в период пандемии, в период коронавируса, мне кажется, врачи – это самые важные люди. И не помогать им, мне кажется, это вот как-то нехорошо. Ну вот сами медики говорят, что они не отказались бы от психологической разгрузки, о том, что если была бы вот такая служба, которая бы социально подвозила на работу ночные смены, да. И очень много проблем бывает с тем, что врач или медик не может выйти на смену, потому что маленький ребенок, а его не берут в садик. В общем, вот таких проблем социальных хватает. Я очень надеюсь, что мы не только телекомпанией, но и всей республикой, и всей страной будем пытаться эти проблемы решать. Я тоже с тобой согласна, и тоже хочу всех призвать, чтобы все-таки не оставаться в стороне и как-то коллективными усилиями сделать жизнь наших врачей легче и лучше. Ну и в следующем году еще планируем сделать ряд других проектов, направленных не на врачей, а в целом на республику, так как… Тоже социальных. Да, так как год юбилейный, будем это делать очень масштабненько. Я очень надеюсь, что к тому времени уже уровень вакцинации придет в норму, там, хотя бы нам разрешат собираться большими компаниями. Уровень заболеваемости. Да, хоть и в масках, и в перчатках, но чтобы, ну, там, на улице, например, что-то можно было делать. Потому что мы не проводили в эти два года наши традиционные дворовые игры для детей. Не удалось провести, не удалось провести спартакиаду Оригуса. Все это надо возвращать. Мы очень хотим, потому что это, на самом деле, не только весело, это еще и очень командообразующие мероприятия. Когда очень много… Да, когда команда участвует, принимает участие, вот, например, в двух играх, там не классами же участвуешь, а пап, мама, я, спортивная семья. Спортивная семья. И там такие бывают задания, что просто и смешно, и не выполнить их невозможно. И там, когда семьи между собой соревнуются, это достаточно сплочает саму семью, да. Потом они могут две семьи объединиться и против еще двух семей. Да, и друг против друга. Да, да, да. И такие игры, они не только вызывают, не только улучшают настроение, они же помогают семьям стать гораздо крепче. Ближе. Да, например, ребенку с папой или с мамой. Ну, смотри, но ты вот говоришь, что как-то вот заново возобновить вот эти вот проекты, а будут какие-то новые? Да. Может быть, раскрывать что-нибудь? Я не хочу сейчас раскрывать тайны, потому что мы хотим дождаться, чтобы год настал, 22-й, и уже рассказать, что будет в юбилейный год у Оригуса. Планов, честно говоря, громадье. Будем просто пытаться разрывать все шаблоны о нашей телекомпании. Все почему-то думают, что мы такие жесткие, крепкие, за правду. Да, все почему-то думают, что мы только в телевизоре, кстати, а мы, между прочим, захватываем и другие медиапространства. Да, мы почти есть везде, мы огромный медиахолдинг, и хотим, чтобы об этом знали. Еще раз повторюсь, все зависит только от уровня заболеваемости и от уровня вакцинации. Будем смотреть. Очень хотелось бы, потому что всегда это было, что на юбилей Оригус делает большой концерт какой-нибудь «Звезды». Очень хотелось бы, чтобы это все удалось, потому что звезд мы подобрали, ух, каких. Ой, ну заинтриговал. Ну, будем ждать, посмотрим, что будет. Пока ближайшее, к чему мы готовимся сейчас, такое крупное, это впервые в истории, ну, в современной истории телекомпании «Медиахолдинга» Оригус. Мы будем встречать Новый год вместе в прямом эфире. 12 часов в прямом эфире, с 12 до 12. У нас будет большой розыгрыш подарков. Каждый час мы разыгрываем крупные подарки от наших партнеров. Так что не пропускайте обязательно. Не пропустите, да. У нас будут, соответственно, информационные итоги года. Очень много чего произошло за этот год. Будет астрологический и буддийский гороскоп на следующий год. Очень много развлекательного контента. Звезды к нам придут в прямой эфир. У нас будет своя гостиная, где мы поговорим с самыми знаменитыми нашими земляками, которые в этом году сверкали, это в том числе участники Олимпийских игр. И самое главное, чем мы хотим завлечь наши зрители, в течение 12 часов мы будем разыгрывать просто ошеломительные подарки. Подарки. Да. А там, а выиграйте, хочешь просто. Надо просто либо быть подписчиком Инстаграма Оригус и дозвониться там в эфир или сделать какое-то задание исполнить. Это будет в Новый год. Это будет 31 числа с 12 дня до 12 ночи. Ну все. Все просто приготовьтесь. И 31 декабря с 12 дня до 12 ночи просто все должны прильнуть, мне кажется, экраном. Ну мы с тобой, Саня, тоже будем это вести. Да, я согласна. Ну и так, значит, мы просто ждем Нового года, чтобы узнать какие-то... Ну мы ждем решения Оперштаба, чтобы понять, какие именно мероприятия. Какие возможности вообще нам предоставят. Но пока я еще раз хочу напомнить нашим зрителям о том, что у нас работает чат, у Ланде помогает врачам. Пожалуйста, вступайте. Вступайте. Вы видите на экране. Это не так сложно. Это очень легко. Вот по вот этому QR-коду перейти, стать участником сайта, чата и повозить врачей. Это занимает 2-3 часа, да, ночное время. Но зато ощущение потом от себя... Вообще, мне кажется, когда делаешь что-то хорошее, ты как будто бы лучше делаешь даже для самого себя. Конечно. Я вот вернулся ночью домой в 4 утра, только из-за этого снегопада смог доехать до дома, но такой довольный. И сам себя так зауважал, да? Да, да. Ну потому что хорошие дела, они помогают не только тебе чувствовать себя лучше, но и мне кажется, что... Да в целом вообще в них делают как будто бы лучше. Ну все, спасибо большое, Саша, что рассказал нам. Мы еще раз призываем всех, вступайте в чат, на экране вы видите QR-код, сканируйте его и добавляйтесь в чат.